так и так вот сегодня у нас встреча с Ириной ответы на вопросы вот начнем значит 23 вопроса у нас из разных исследовательских сфер совершенно в том числе упологические так бурхат здесь да здравствуйте всем здесь находится мид гаскаус планеты эслер с которым я контактирую привет тебе от него мид гаскаус привет тогда начнем с вопросов да значит первые два вопроса это от шведских коллег у нас меня хорошо слышно вообще первый вопрос существуют ли внеземные цивилизации живущие в нашей солнечной системе если да то они такие же физически как и мы в солнечной системе внеземные цивилизации существуют только на своих базах кроме земли кроме как на земле органической собственной жизни в настоящее время в солнечной системе нет на марсе на венере и на спутниках планет гигантов существуют инопланетные базы которые выполняют различные функции изучения земли и солнечной системы в целом но зато на на планетах с мощной атмосферы такой как венера юпитер сатурн существует тонкоматериальной плазмоидной цивилизации то есть можно сказать что плазмоиды они как бы жители нашей солнечной системы до плазмоиды бывают которые вы живут в атмосферах планет мы их называем планетарными планет а бывает звездные плазмоиды которые живут в хромосфере звезд например солнце ригеля ну и других звезд про которые я тебе писал ну понятно она в наши в ядре солнца тоже есть плазмоиды соответственно в ядро они заходят они сами в хромосфере живут то есть рядом ну как рядом они уже прям в нем живут но не в ядре ближе к поверхности но в ядро не заходит там как существует такое место прям в середине солнца через которое идет ну как портал перемещения другие звездные системы там энергия просто высоко вибрационной поэтому она перебрасывает чем привлекательны для плазмоидов энергия которую испускают звезды она не только в видимом свете и в радиоволнах она во многих спектрах электромагнитных волн которые привлекательны как пища для звездных плазмоидов но они же не могут питаться ну питать свое тонкоматериальное тело нашей пищи которая органическая правильно им уже нечем кушать то есть это подпитка энергетической грубо говоря да это вот просто мы видим так свет как тепло как там излучение это для них так и да там пирожники а вот такой вопрос разумеет звезды можно использовать для перемещения в другие звездные системы может вселенной как портал не чтобы чтобы залететь внутрь звезды и от на иметь но если на физическом корабле это нужно иметь очень мощное защитное поле и ну корабль построены из таких материалов которые не только там не расплавит это звезда на котором там давление выдержит гораздо проще совершать гравитационные прыжки с тем двигателем который я который объяснял киркетон там не нужны дополнительные защиты и так далее это проще чем через звезды но принципиальная возможность есть когда через звездных путешествий с защитой я понимаю я тебе еще делаю те порталы которые существуют в звездах которые проходы мы точно знаем ну они точно знают сервиса мы говорим точно знаем что они перебрасывают плазмоидов то есть тонкоматериальные сущности как поведет себя этот портал внутри звезды когда его в нем будет физический объект в виде корабля этого никто не знает потому что наша наука этот вопрос не исследовать не было просто необходимости в этом до физические объекты так как мы не занимаемся исследованием того что что нам не перспективу ну понятно тогда такой вопрос существуют ли на земле тайные общества или масонские ложи у которых уже есть действующие летающие тарелки способны перемещаться в пространстве как инопланетные корабли в том числе к другим звездам если да то кто они то эти ученики в 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 у какого-либо земной организации, будь то правительственная или неправительственная организация. Все земляне, которые посещают в физических телах иные планеты, делают это на кораблях между звездами Союза. То есть можно сказать, у ни у каких земных структур нет кораблей аналогично ваших технологий? Если и есть, то межзвездному Союзу эти данные неизвестны. И лично я много лет уже путешествую на вашей планете, и был на Луне, на Марсе и на иных планетах, и в космосе много раз вокруг Земли перемещался на своем корабле. Я ни разу не встречал... Ну да, вы бы сразу заметили, конечно. Ваших людей на собственных летательных аппаратах, и ни разу не слышал об этом разговоров среди других работников Межзвездного Союза, которые работают с вашей планетой. Отлично. Тогда такой вопрос. Масонские ложи или иные тайны общества действительно имеют финансовую и экономическую власть на планете Земля и могут контролировать практически всех президентов? Или это все преувеличено? Мне известно только одно. Тайные организации на вашей планете, которые вы назвали, они предпринимают попытки влиять на вашу политику, на президентов, на вводимые законы. Но эти попытки не всегда успешны. То есть президент, он может... В зависимости от твоих внутренних качеств, он может и не... не поддастся, ну, как бы, подкупу. То есть все это происходит не так прямо, что вот я тебе подкуплю, и ты подпишешь необходимый закон. Там все тоньше, там все это предлагается под видом доброго дела, и, ну, президент может не согласиться с предлагающим ему ввести тот или иной закон, потому что все люди разные. Ну, под непосредственным управлением ваше правительство не находится. То есть они свободны в своем выборе, настолько, насколько это возможно. Единственное, что любой президент понимает, то если он будет принимать непопулярные для элитарных и финансовых кругов своей страны законы, то существует опасность ну, для его дальнейшей... для того, что он остается на посту. И даже иногда возникает опасность для его жизни. Есть просто мнение, что президент США, бывший Джон Ф. Кеннеди, был убит тайными обществами. Не слышали вы про такое? Любой президент понимает, есть, что если он будет принимать непопулярные для финансовых элит законы, то эти представители, вернее, руководители этих финансовых элит могут предпринять все действия и меры, используя свои денежные средства и другие методы воздействия на тот же преступный мир, например, чтобы свергнуть его. Вплоть до убийства это возможно, да? Ну, покушение... очень часто... на правителей всех рангов и обществ всегда совершались и совершаются покушения. И это происходит как раз из-за того, что приняты им внешнеполитические курсы или внутренняя политика кого-то не устраивают. Президенты обычно это очень хорошо понимают, так как они хорошие стратегии, отличные стратегии и не наивные люди. Тогда такой вопрос. Судя по информации некоторых исследователей, спецслужбы США тайно взаимодействуют с цивилизацией серв-существ небольшого роста с крупными темными глазами. Как я предполагаю, это представители одной из колоний планеты Ташик. В частности, мне известна звездная система зета-сетки. Вот часто мелькает в этой информации. Есть мнение, что эта совместная работа носит деструктивный характер для населения США. Так ли это? Межзвездный союз проводил проверку всех колоний Ташида. Не только Ташида, Силбета и некоторых других цивилизаций, которые по информации Межзвездного союза имеют склонность именно к тайным контактам со спецслужбами планет, то есть молодых рас, что запрещено нашим законодательствам. Но по результатам проверки, которые проводил Межзвездный союз около 40 лет назад, никаких фактов, подтверждающих тайный контакт представителей Ташида и его колонии с политическими и преступными сообществами земли выявлено не было, и поэтому этот вопрос был закрыт. Если появятся новые факты, которые будут говорить о виновности отдельных представителей инопланетных цивилизаций, и эти факты будут предоставлены Межзвездный союз, то снова начнется расследование, но мы вас уверяем, что это не имеет никакого отношения к Межзвездному союзу и его политике. А я так понимаю, вообще цивилизации, которые не входят в Межзвездный союз, они могут не руководствоваться правилами, как бы невмешательства и так далее, да? То есть у них свои какие-то цели, если что? Дело в том, что ваша планета считается под покровительством и защитой планеты Бурхат. Это одни из ваших создателей. Бурхат — это столица Межзвездного союза, и по его правилам даже те цивилизации, которые не входят в Межзвездный союз, но представители которых хотят посетить Землю даже просто с туристическими или исследовательскими целями, обязаны брать соответствующее разрешение непосредственно у планеты Бурхат. И тем более, если не просто исследовательские цели, а или туристический, а контакт с представителем вашей планеты, по правилам Межзвездного союза, любым представителем другой планеты галактики или вообще другой галактики, которая не входит в Межзвездный союз, он не может быть по законам инициирован без разрешения Бурхата, так как они являются вашими создателями и, говоря вашим земным языком, ваши опекуны. Так, хорошо, понятно. Тогда такой вопрос. Судя из информации некоторых сеансов регрессивного гипноза, некоторые представители церкви Ватикана находятся под ментальным воздействием рептилоидных цивилизаций некого деструктивного типа с недружественными намерениями. Возможно, это представители колонии Силбета, не входящие Межзвездный союз. Так ли это? Если есть какие-либо факты нарушения любой из цивилизаций Межзвездного закона Межзвездного союза о невмешательстве во внутренние политические дела вашей планете или есть факты негативных контактов с любым представителем вашей планеты где бы он ни жил и чем бы он ни занимался то я прошу эти факты через контактера сообщать либо мне либо Кирхитону либо представителям Бурхада они будут тщательно изучаться. Все виновные понесут наказание. А сеанс регрессивного гипноза является таким доказательством? Или это надо более глубоко следовать вопросом? Если в нем прозвучат именно не оценочные суждения а именно факты которые говорят о том что негативный контакт либо вмешательство имело место то есть какой именно факт в какое место в каком время какой именно человек подвергся этому влиянию то конечно этот случай будет расследован. А вот здесь такой вопрос еще ну как бы за этим вопросом идет. Здесь наверное я так думаю если физическое пространство околоземное достаточно ну более проще контролировать то наверное астральные планы околоземные очень трудно контролировать. Мне кажется много кто может да тут крутиться. Да вы правы. Дело в том что даже физическое пространство вокруг Земли очень часто особенно в прошлые годы посещали инопланетные корабли на которых к сожалению летали преступники похищающие ваших людей но последние два года контингент сил которая охраняет безопасность нашей галактики увеличился в вашей солнечной системе и теперь ваше околоземное и вообще околосолнечное пространство охраняется гораздо лучше что касается астрального пространства конечно здесь астрал он един для всей галактики для всей вселенной как и весь духовный мир в целом поэтому конечно здесь может появиться в астрале любой из представителей цивилизации как плотно материального мира так тонкоматериальных миров и из духовного мира не воплощенных духом поэтому я снова и снова призываю вас к осторожности в контактах в астрале ну соответственно проявиться могут и существа со своими эгоистическими намерения в отношении к словечным там в галактике очень много разных цивилизаций с разным отношением к вам и кроме того в одной и той же цивилизации как вы понимаете структура общества неоднородно то есть ну да уровни развития разные в одной и той же цивилизации разные личности могут иметь разную направленность своих действий разное мнение о вас поэтому вы всегда когда в своих контактах хоть в астральных хоть в физических с инопланетянами или с плазмоидами вы никогда не смотрите на те слова которые не представляются пришелец и не смотрите на ту планету с которой он представляет вы всегда смотрите лишь на его реальные действия лишь они вам откроют правду кто он и каковы его цели так а получается мид вот такой вопрос иногда люди при каких-либо контактах либо физических либо телепатических много упологи таких такой информации они чувствуют либо страх либо негативные эмоции это является маркером того что человек общается с какой-то деструктивной существом по законам междузвездного союза запрещено вступать в контакт с человеком если он не готов к нему ни психологически ни энергетически дело в том что страх является защитной реакцией вашего вашего духа на опасность который и при контактах он как раз показывает неготовность либо психологическую неготовность вступить в контакт либо несовместимость с энергетическими вибрациями и для гуманоида который вступил в контакт этот страх его контактера является сигналом к тому чтобы он либо объяснил контактеру в доступной ему форме что он не несет зла и предложить контакт добровольный либо если он видит что это не помогает и несовместимость продолжается он обязан по законам прервать контакт и больше к нему не возвращаться а если вот есть контакты такие когда существа которых человеку подошли к примеру или астрально или физически они как бы пытаются его как сказать принудить контакту летим на нашу планету летим принуждать это такое тоже имеет место быть это вот как человек достаточно негативно потом отзывается он говорит меня принуждали с ним полететь я вот еле отказался это вот не совсем правильно как мне кажется принуждать то есть физически воздействовать на контактера либо физически воздействовать на контактера либо психологически манипуляциями воздействовать на контактера для того чтобы он полетел это незаконно по нашим правилам единственное что если гуманоиды очень хотят контакта они могут попытаться его уговорить полететь с ними что-то предложить ему показать и так далее но если контактера сказал твердое нет я с вами не полечу они не должны настаивать тогда такой вопрос под сфинксом в египте или египетскими пирамиде пирамидами действительно есть помещение в котором собраны материалы о реальной истории земли а также находится действует действующий космический корабль когда пирамиды строили и и сфинкс когда строили внизу под ними действительно жрецы совместно с представителями туми соута которых они считали богами действительно были построены сооружения похожие чем-то на ваши подвалы пещеры и так далее не под самими пирамидами а там есть проход такой как шахту сейчас показал и там действительно сохранялись артефакты других планет могли оставить и космический корабль и и детали от него и книги и так далее это было давно насколько жрецы сохранили до сих пор эти артефакты и не не добрались ли до них после уже того как в египте пришли к власти арабы и это нужно выяснять уже сейчас посещая египет эти пирамиды физическом теле то есть шансы обнаружить там есть дело в том что если действительно там сохранились этим то что туда могли положить древние тумисоутсы и их контактеры режиссы если это там сохранилось то властной структуры египта не позволят исследователю со всего мира искать эти предметы еще еще про древний египет у меня есть информацию что во времена древнего египета за его многотысячелетнюю историю тогда было достаточно открытое околоземное пространство и представители разных цивилизаций свободно садились на своих кораблях общались с египтянами это так это было не только в египте это было во всех цивилизациях древнем это было во всем древнем мире в индии древней руси в австралии и так далее вот как раз вчера ирина была на конференции где исследователи мексиканских палеоконтактов показывал очень интересные рисунки и фигурки из камней как раз о палеоконтакте в мексике то есть том там жрецы тоже изготавливали и прямо из камней фигурки инопланетян сидящие в летающей тарелке я думаю вы знакомы с этими стихами ну да и это была мексика это был египет это был гималайи и так далее контакты были везде пока у вас не было технологий современного оружия межзвездный союз более открыто в них ходил тогда такой вопрос по поводу галактических уже содружеств во всех ли галактиках существует межзвездные союзы на подобие межзвездного союза нашей галактики их цели и задачи идентичны галактики которые известны нам в них есть цивилизации вышедшие в космос на уровень межзвездных перелетов конечно в разных галактиках разное число этих цивилизаций но из тех что нам известны рано или поздно эти цивилизации находят друг друга и начинают как-то взаимодействовать к сожалению бывают негативные моменты в виде войн и так далее но в большинстве галактик все же рано или поздно образуется что-то наподобие межзвездного союза в той или иной форме к сожалению существуют и такие галактики где цивилизации не договорились между собой и развиваются автономно ну могу сказать что их меньшинство то есть какой-то более-менее равной степени в каждой галактике в какой-то момент времени образуется такой координационный орган это как эволюционный процесс даже там где эти органы не образовались внутри галактические и цивилизации развиваются автономно враждуют друг с другом в рано на разных уровнях мы хотим надеяться что все же тяга к объединению разных миров в них преодолеет те враждебные чувства и мысли что по какой-то причине в них пока преобладают тогда такой вопрос также я слышал от некоторых контактеров о существовании больших межгалактических союзов для объединения цивилизаций из разных галактик вам известно о таких структурах и каковы их цели и задачи да наша галактика тоже входит в объединение межгалактического межгалактического ну на вашем языке уже межгалактического союза различных цивилизаций на сегодняшний день туда входят 52 галактики ну это более крупное образование чем межзвездный союз он имеет он имеет меньшее отношение к вашей планете чем он но цивилизации из этого союза если у них есть такой интерес они могут направить в нашу галактику на любую из ее планет своих исследователей для контактов например для изучения того или иного мира и могу сказать что некоторых представителей других галактик заинтересовали ваша цивилизация когда они узнали что вы являетесь гибридами в трех рас и и животного с этой планеты и они захотели изучить вашу расу среди них например один из представителей галактики М31 которого на земле знает как Мити ну да это контакты андромедианца Мити насколько я помню он получал разрешение он живет в галактике жил он жил в галактике М31 и он как специалист получал разрешение в галактике он потом у представителей бурхада так как именно они являются вашими опекунами и защитниками меж меж звездными получив разрешение в обоих инстанциях он получил возможность контактировать с вашими людьми но в России у него нет контактеров а это один специалист из этой цивилизации контактирует с нами или это вся цивилизация какой-то орган этот специалист является представителем своей цивилизации на земле он один он он дает отчеты о своей работе с вами об исследованиях об исследованиях о том какую информацию он передал но насколько мне известно я не интересовался но насколько мне известно других специалистов всего мира направлено сюда пока не было а местоположение он на какой-то базе находится на земле другой цивилизации или он постоянно перемещается в последний раз он находился на базе я его увидел он находился на базе тумисоута который расположен возле сириуса он может перемещаться на своем корабле и на бурхаде он был и на ислере его правда не было на лунной базе он был наша галактическая структура с ним уже хорошо знакома да конечно он же специалист который прилетел на бурхад уже с разрешением от своего меж от своего межзвездного союза м-31 прилетел на в столицу на бурхаде и подал так сказать просьбу о том чтобы ему разрешили исследовать ваш мир объяснив причину интересам именно к вам то есть все представители других галактик должны как бы заявку подать своего рода на бурхаде если они заинтересованы да они должны подать заявку именно на бурхаде потому что именно он является прям отвечающим за вас так как в вашей генетике и на плане самый большой самый большой процент присутствия инопланетных генов именно из бурхада хорошо тогда такой вопрос наша вселенная имеет начало и конец или это некое бесконечное согласно данным нашей науки полученные данные получили информацию об очень и очень далеких от нашей галактики из этих иных галактик видны другие галактики на таком же очень огромном расстоянии которые не видны отсюда мы не нашли предела вселенной и скорее всего в нашем материальном мире этого предела нет тогда такой вопрос у меня была информация о существовании некой антивселенной по отношению к нашей вселенной в связи с этим вопрос существуют ли другие вселенные которые имеют другой принцип формирования материи я помню про калачах да кроме вселенной существует также антивселенная которая состоит из вещества с противоположными с противоположными энергиями она называется антивселенная ну обычное название для нее шамбала потому что так называют ее сами представители этой антивселенной когда входят в контакт с жителями вашего мира они могут перемещаться сюда через астрал на технических устройствах или это какие то через астральные перемещения так как их вещество из которых у нас состоит это вселенная их тела их корабли они не они не совместимы с энергиями нашей вселенной поэтому посещение ими нашей вселенной или нами их вселенной возможно в астральном теле это не это сделать сложнее чем посетить любой мир нашей вселенной потому что проходы в антивселенную обычно находится в центре галактики и там находится такая энергия которая не пропустит астральное тело если оно по вибрации несовместимо с самим центром галактики то есть уровень развития должен быть конкретно да должен быть уровень вибрации который соответствует по вашему по вашему уровню развития довольно высоким вибрациям а если с более низкими вибрациями попытается проникнуть то что произойдет разрушение если астральное тело не готовое войдет в центр галактики внутрь оно просто ну его не пропустит он просто очнется в своем теле с явлениями там слабости головной боли может заболеть а то есть получается такая вот есть такая концепция среди некоторых исследователей что чем выше уровень развития тем более соответственно высокие вибрации тем у духа более есть более серьезные возможности проникать в другие те миры или вселенные которые он еще вообще никогда не видит я так понимаю или это как бы просто в анти вселенную возможно проникнуть только через центр галактики не через звезду а через центр галактики там есть порталы по анти вселенной но чтобы это в центре каждой галактики можно сделать да в центре каждой спиральной галактики интересно а есть какой-то обмен знаниями и опытом цивилизации нашей вселенной анти вселенной я не знаю рассказывал ли вам ирина но к ней приходил представитель анти вселенной и передавал ей информацию ага хорошо тогда почитаем в группе да я где-то выкладывала не помню могу я не написать я потому что сейчас забываю тогда такой вопрос если к примеру цивилизация из другой галактики решила понаблюдать за развитием землян она должна строить на луне например свою собственную базу или она пользуется уже ранее созданными базами они могут построить и свою базу на луне если получит разрешение на межзвездном союзе но обычно в этом нет необходимости так как если они действуют с разрешением и под контролем межзвездного союза им нет необходимости тратить ресурсы и энергию на строительство своей базы просто предоставляется отделение на общей базе то есть предоставляются некие пространства они там обустраиваются грубо говоря со своей технологиями со своей техникой да да им предоставляется ну говоря вашим зимним языком в огромном офисе предоставляется кабинет в аренду а понятно ну да интересно интересно сравнение не ну хорошее сравнение а дети они уже могут разложить там свои предметы тогда такой вопрос должна ли ну это уже мы как бы ну тут можно кратко ответить должна ли некая цивилизация которая решила посетить землю с исследовательской миссии спрашивать разрешение у межзвездного союза на пребывание здесь или это не всегда обязательно обычно разрешение берется на исследование на посещение и там указывается предусмотрен ли контакт с разумной формой вашей жизни если предусматривается то с какими целями и указывается какую именно информацию будут сообщать землянину например и указывается будут ли например и указывается будут ли ну будут ли они брать например пробы из вашего там природы какие то то есть все по пунктам прописывается что именно будет исследоваться и для чего то есть обычно да там довольно подробно и обязательно они ну гуманоиды из другой цивилизации не входящий в межзвездный союз они обязательно ну говоря опять же вашим языком подписывают такое соглашение что они ознакомлены с правилами межзвездного союза по контактам с вами и будут его соблюдать также как представители межзвездного союза а я вот сталкивался с таким явлением существует ли такая директива если цивилизация значит к нам прилетела они с межзвездным союзом договорились но почему-то при заборе людей на борт при знакомстве людей они обычно стирают память всем это директива обязательна что надо стереть память после посещения космического корабля или это не всегда происходит блокировать память о контакте могут и представители межзвездного союза в тех случаях если они считают специалисты которые контактируют с вашим видом считают что память о контакте может нанести вред либо самому человеку либо окружающим либо либо они видят отношения контактера к контактам не совсем адекватные то есть если они будут если они посчитают что в дальнейшем после контакта человек будет о нем много думать там переживать и так далее то ему могут заблокировать память в зависимости от психотипа человека короче получается да чаще всего память блокирует именно тем контактерам у которых физический контакт был один-два раза просто для установки микрочипов и дальнейших астральных контактов обычно считается что астральным контактерам незачем помнить физический контакт для того что в дальнейшем он может просить повторение физического контакта а при астральных это не целесообразно понятно такой вопрос тогда существует ли под поверхностью луны транспортные сети или туннелей по которым можно перемещаться на специальных аппаратах аппаратов типа поездов на магнитной подушке под поверхностью луны существует одна крупная база на 18 цивилизаций которая принадлежит между звездным союзом и существует несколько ее отделов той же самой базы но уже в других местах луны и под ее грунтом их действительно связывает транспортная сеть но это не магнитные подушки по этим туннелям которые там может пролететь летательный аппарат то есть они рассчитаны именно на полет как бы да летательный аппарат ну там можно и ходить там создана атмосфера и давление как и во всей лунной базе которая здесь она является нормальными для представителей гуманоидов цивилизации например конкретно но вы наверное имеете ввиду летательный аппарат небольшого размера наверное на одного человека наверное летательный аппарат который диаметром до 8-10 метров может там пролететь ага понятно ну тоннели получается есть они он мне показывает такую круглую трубу какую-то они бывает местами просто из камня а местами у меня сейчас показывают какие-то металл там что ли вот такие как кольца блестящий какой-то что это за металл нет типа что это такое блестящий типа никель серебро 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 то там зачем что-то там с электропроводностью связано но это эти структуры созданы искусственно соответственно эти тоннели роботы тогда такой вопрос я я был знаком с контактером виктором коршуновым он работал с цивилизацией с другой галактики представители которые выглядят как люди славянского типа со светлой кожей светлыми волосами и голубыми глазами знакомство знакомство с ними произошло пермской аномальной зоне около деревни малевка у них там расположена база виктор коршунов не говорил что те с кем он контактирует плотно работают с цивилизацией созвездие лебедя то есть скорее всего с бурхатом как я логично вы знаете что это за цивилизация с кем работал коршунов и как она называется или только предполагать что это мид знает что это за цивилизация или только предполагать можно что за конкретно цивилизация с кем курсом ну по моим данным когда я узнавал в базе контактеров межзвездного союза он контактировал с цивилизацией с внегалактической колонии бурхазы это тулум они получаются с землей тоже работают да их представители да но у них контакт реже чем с вами выход а вообще вот у миду такой вопрос в пермской аномальной зоне там много цивилизаций или сложно ответить это сейчас я ему покажу так это урал да да это средний урал он просто так по городам сейчас река каму сейчас я покажу тебе прицел к волке цикл варико там есть вот я точно цивилизаций по но там не там а а ммм то ну там есть недалеко база она но она ближе к нижегородского там есть эти жигулевские эти горы там недалеко базы есть но она а а а они вполне могли туловно куда пустить хорошо тогда такой вопрос следующий чтобы не останавливаться вот очень интересный для многих вопрос из информации некоторых внеземных цивилизаций в том числе то есть который виктор пошлинов работал говорится что представители черной белой красной желтой расы пришли с других планет и колонизировали Землю, и таким образом сформировалось человечество. А вы же говорите, что человечество было создано с помощью генетических манипуляций с приматами. Насколько я могу логически мыслить и сопоставлять данные, это связано с тем, что имело место быть оба случая, приход людей разных раз с других планет и генетическая гибридизация с приматами. Вот так ли это? Вот где я правду? Дело в том, что вы были изначально созданы, да, как продукт гибридизации с вашими приматами. Но в дальнейшем, когда был тот самый век, который вы называете золотым веком человечества, который до войны, 12 тысяч лет назад. С силбетом. Да, в вашу цивилизацию развивалась, были созданы колонии на Венере и на Марсе, о которых уже говорилось. И действительно представители многих галактических цивилизаций создавали у вас даже свои поселения и контактировали с землянами. Так как я уже говорил, что ваша планета уникальна в вашем секторе галактики, уникальна по разнообразию животных видов, растительных видов. Это все очень интересовало представителей галактических ученых, да, и простых людей с других миров, которые не желали сюда пожить здесь, как туристы, так скажем. Поэтому, естественно, они здесь строили тоже свои базы, но в отличие от тех, что существует сейчас, они не были скрыты. Это были, ну, как в поселке вашем. То есть, получается, современное человечество – это уже некая гибридизация сразу многих космических рас, в принципе, да? Ну, там дальше, которые с цивилизацией прилетали на Землю, они вступали, бывало, что вступали в непосредственные контакты с вашими людьми. И потомство даже бывало, да? Да, и потом было потомство. Ну, это не было вмешательством в ваш генетический аппарат, как, например, когда вас создавали. Это были уже добровольные такие, ну, можно сказать, браки. Ну, потому что ваши, особенно ваши женщины, были, ну, были очень... Они, бывало, очень хотели соединиться с богами и иметь от них потомство. Ага. Ну, это вот в мифах Древней Греции описаны такие случаи, в частности. И в мифах Древней Греции, и в мифах Древней Руси, и в Скандинавии практически на всей Земле есть легенды, которые говорят о соединении с богами и о детях от этих браков. Угу. То есть, получается, сейчас на Земле есть генетические линии, которые уже гибридный человек с богами был соединен, и вот они потомки, да? То есть, такие тоже есть генетические линии. То есть, несколько уже генетик, получается, инопланетных даже. Да, но то, что потом разные народы галактики соединялись, те, которые совместимы, конечно. Те, которые соединялись с вашим народом, и из них получались их потомки и так далее, это не считалось их, ну, как бы, вмешательством в ваш генетический аппарат. Это просто как они родили общее потомство. А вообще вот гибридизация очень часто в космосе применяется? Я так понимаю, гибридизация сама по себе, она дает развитие каких-то новых качеств, да? К этому стремятся все цивилизации, которые занимаются? Гибридизация, она применяется в разных случаях и для разных целей. Бывает и такое, что какой-то уже вид разумных существ желает изменить свойства, те или иные свойства физического тела, которые у него, например, не развиты. И тогда они ищут цивилизацию, представители которой могут иметь те признаки, не просто те признаки, а гены которых будут доминантными, если их соединить с генами вот этих особей. То есть все это исследуется учеными. Сначала исследуется ДНК этого нового вида, изучаются их хромосомы, наборы и так далее. Изучаются все варианты соединения, какое потомство получится. Там делаются специальные прогнозы, потом начинаются опыты. Вначале они не доходят до развития живых существ. Обычно это сначала клеточную культуру выращивают. Потому что сразу взять и соединить ДНК разных видов, разных планет, сразу взять и соединить, чтобы родить разумное существо, например, с какими-то мутациями, от которых оно может заболеть потом, и может дух вселиться в больное тело, и это считается неэтичным. Сначала должны провести эксперименты по безопасности для тела такие эксперименты. А вообще, насколько я знаю, высоковибрационный дух, он может вселиться только в то тело, генетика которого тоже на высоком уровне, да? То есть должна соответствовать как генетика с духом, с вибрациями. Да, разумный дух, он может присоединиться только к тому телу, нервную систему которого достаточно развита для того, чтобы он смог через него проявиться. Например, то есть вибрация этого тела, она должна быть развита. Она должна соответствовать этому духу. То есть, например, нервная система, ну, например, вашей собаки, она не соответствует вашему духу, так как ее кора головного мозга, она недостаточно развита для того, чтобы ваше сознание там проявилось. А если ваше сознание там не проявится, то вы своей жизненной силой не сможете соединиться с телом собаки, чтобы его ожог вытворить. Ну да, это уже была такая информация. Хорошо, тогда вот такой вопрос. Межзвездный союз, работает ли Межзвездный союз совместно с Духовным миром или на сферой Земли, ее высшими учителями? Если да, то какие цели и задачи такой работают? Представители высших иерархий Духовного мира воплощаются в разных мирах. И на Земле, и на Бурхаде, и в других иерархах они воплощаются. И когда они попадают в Духовный мир и вспоминают свои жизни на иных планетах, то, конечно же, они сотрудничают друг с другом по разным вопросам. Если на планетах гуманоидов существуют такие существа, эти гуманоиды с органами восприятия или так далее, которые способны чувствовать Духовный мир и вступать с ним в контакт, ну, по вашему медиуму, то, конечно же, они вступают в контакт с Духовным миром на любой планете. И тогда высокоразвитые духи, конечно, влияют на развитие этой планеты, в развитии в них более осознанного и светлого отношения к разным сторонам жизни. Я просто почему-то такой вопрос задал, встречался и с информацией, что вокруг каждой планеты есть так называемая ноосфера. Это сфера, где живут самые высоковибрационные духи этой цивилизации, и они как бы помогают развитию цивилизации. Это имеет место в жизни? Дело в том, что Духовный мир, можно сказать, что он находится вокруг планеты. Можно сказать, что он находится внутри самой планеты. Это и то, и другое будет верно, потому что он паранизывает с собой планету. Он параллельный, пространству Ковного мира параллельно нашему материальному пространству. Он находится друг в друге. Просто тут, может быть, разные терминологии, просто когда я общался с Коршуновым, Виктором Александровичем, он говорил, что есть биополе планеты, и в этом биополе находятся как души, духи, так и высоковибрационные какие-то духи, которые как учителя для нас. Мы не сталкивались. То, что называют биополе планеты, ноосфера планеты, астральная атмосфера планеты, это называется одно и то же. Это духовный мир, который является параллельным измерением на любой планете. И он имеет тоже свои уровни, свои сферы, например, свои области. Например, духовный мир состоит из трёх областей. Это астральный мир, самый близкий к материальным по вибрациям. Чуть дальше мир невоплощённых духов. И дальше, выше ещё его по вибрациям, который в свою очередь изъявлен на двадцать четыре уровня, и выше, ещё выше по вибрациям, чем двадцать четвёртый уровень, находится тот самый мир, который вы называете обычным Царством Небесным. То есть это высшее пребывание Бога в его изначальном свете. Там больше нет ничего и никого. Ну, высоковибрационный дух имеет туда доступ, но само по себе там находится только сознание одного, того, кто породил этот мир и ежесекундно поддерживает его существование, своей энергией и светом. – Насколько я понял, в биополе каждой планеты присутствуют всё-таки вот эти высоковибрационные духи, которые добровольно готовы помогать развитию планеты, курировать вот эти процессы энергетические и так далее. В высших сферах духовного мира, ну, как раз вот, как раз на уровне в двадцать втором, двадцать третьем, вот, которые живут, те, которые вы называете высшими ангелами, наставниками, учителями, там действительно существуют такие объединения, которые считают возможным помогать той или иной планете. Ну, вот как в Межзвездном Союзе, например, Бурхат решил опекать именно вас, Землю, так и в Духовном Мире существуют свои Духовные Союзы, которые курируют ту или иную цивилизацию, ту или иную планету. – Всё понятно. Тогда вот такой вопрос тоже с этим связан. Насколько я понимаю, различные святые в истории Земли, типа Сергия Родонежского, Серафима Саровского и других, это воплощение каких-то высших учителей из Духовного Мира. Так ли это? И какие задачи решались этими людьми в данном воплощении? – Чаще всего те, кого вы называете святыми в ваших религиях, это действительно те, кто пришёл с высоких уровней Духовного Мира для того, чтобы научить людей с низких уровней тому, что служить Богу – это не рабство, это высшая свобода на самом деле в свете Его истинной любви. Потому что они сами родились с этого уровня, где-то понимается именно так, и они в этом видят счастье, радость, наслаждение. И естественно, что они хотят поделиться этим со всем миром из-за своей любви, поэтому они добровольно идут на воплощение в мир наподобие Земли, даже понимая, что там их не все примут и поймут. Но они обычно считают, что даже если одному из сотни удастся донести эту истину, то ради него они идут на эти дешения, потому что они считают это высшим проявлением любви. – Ну то есть у них задача основная – это показать путь развития человечества? – У них задача именно показать путь духовного развития в той обстановке. Они же сами ранее проходили те этапы, то есть они были и на низких уровнях, они знают, какие чувства и мысли там преобладают, поэтому они стараются говорить с людьми на понятном языке. – Хорошо. Тогда такой вопрос. Есть такая информация, что славяно-арийские веды – это реальные исторические материалы, их передали внеземные цивилизации. Действительно ли это так? Если да, то какие цивилизации их передали? – С славянами, вообще с индоевропейской расой в целом в основном контактировали представители Бурхада и их колонии. Но были и контакты с планетой Шимор, и с нами, с представителем планеты Ислер, и с томисолоксами, пантеон богов в той или иной политеистической системе мог включать в себя как представителей инопланетных цивилизаций различных, так и представителей плазмоидных миров, так даже и самих людей, например, царей, вождей, героев, которых со временем люди обожествили. То, что вы называете славяно-арийскими ведами, как и любой религиозный текст, его передавал контактеры, то есть либо с цивилизацией, одной из цивилизаций Межзвездного Союза, либо это тот, кто контактировал с плазмоидными мирами, тот, кого вы называете шаманом, жрецом и так далее, и он записывал тот текст, который ему передавали информацию. Просто в славяно-арийских ведах, я как бы знаком с этим текстом частично, там есть такая информация, что тот же бог Перун, так называемый, он приземлился в каком-то корабле, выходил, общался с людьми. То есть, я так понимаю, бог Перун – это представитель какой-то цивилизации. Да, бог Перун – это как и представитель, например, Зевса и так далее, это все представители Бурхада. Они были на земле. То, что вы называете громоверцами, что они там молниями, это показано, что их корабли владели вот таким оружием для защиты от недоброжелателей, от тех же субъектов, например. Понятно. Тогда такой вопрос. На земле имеются базы цивилизаций, которые не входят в Межрозу Союз. В том числе цивилизаций из других городов или только базы Межзвездного Союза? На земле существуют базы Межзвездного Союза, но на них могут находиться, естественно, представители любой цивилизации, которая получилась на то разрешение находиться на этих базах. А в основном, как получается, используют базы Межзвездного Союза или есть такие случаи, когда строят самостоятельные базы, которые сюда прилетели? Когда получили разрешение на работу на земле, нет такой необходимости строить свою отдельную базу, так как они обычно сразу подают просьбу и о месте работы. им предоставляется какое-либо место, потому что на действительности на вашей планете и на Луне, и на вашей планете достаточно уже построена база, и в том числе даже не все действующие есть. Есть и заброшенные. Так что, естественно, что если Межзвездный Союз скажет, нет, у нас место, строите свою базу, укажет место и так далее, то они будут вынуждены, чтобы начать исследование, если они не хотят летать сюда каждый раз, то строить что-то свое. Но пока таких случаев не было. А вот такой вопрос. А какая плата за аренду вот такого вот помещения под базу? Или это предоставляется бесплатно, в принципе, помещение? Опять же, смотря для каких целей. Для научно-исследовательских целей, научным сообществом, галактики, место предоставляется бесплатно, но при условии, что результатами исследований поделятся с Межзвездным Союзом. Ну, то есть разные версии есть договоренности, получается, да? Да, если это какие-то туристические, например, базы, чтобы привозить, например, сюда туристов из какого-то района галактики, значит, естественно, раз туристы, так скажем, оплачивают свое пребывание здесь, то, естественно, какой-то процент, насколько я помню, около 25-ти процентов, там около 30-ти, идет на Межзвездный Союз. Вот каждого туриста. Если это база, если это тот, кто перевозит туристов, не принадлежит к Межзвездному Союзу, это другая цивилизация. А вот еще часто в уфологических материалах встречается такая информация, что особенно во времена СССР это было популярно, фиксировали военные, когда и в Индийском океане, или далеко от берега, корабль стоит, или подводная лодка, и как бы космический корабль выныривает из-под воды и улетает в космос. И вот существует мнение, что под водой тоже много инопланетных баз. Это так или нет? Да, под водой есть базы. Дело, особенно под водой любят строить базы представителей планеты Деснинг, так как у них на их планете есть целые подводные города, и они очень хорошо разработали технологии строительства вот в этих вот местах под давлением, там, в воде и так далее. Специальные материалы используют для этого, да, соответственно? Да, это специальные материалы, которые... То есть это такие какие-то купола прозрачные, да, как кто-то рассказывает, под водой могут быть? Они могут быть и непрозрачными, они могут быть такого... Сейчас мне показываешь. Как шары какие-то, что-то. Угу, сферические. У них стены, одни эти толстые, они состоят... Я не знаю, что это за материал, он у меня как... Чуть за образ. Типа, как одновременно металл и керамика какая-то. Ну, понятно, выдерживает давление и другие какие-то процессы. Типа металл, я не знаю, что такое металл и керамика. Ну, я понял, да. Сейчас нет. Нет. Хорошо. Ну, что ты мне, значит, покажешь. Ну, говорят, я тебе в Астрале покажу. Получается, они строят подводные базы на той глубине, чтобы люди, наши люди не добрались до них, да? Чтобы не нарушали вот это. Ну, подводные базы удобны тем, что действительно у ваших военных нет туда доступа, потому что даже если... Ну, у вас есть, конечно, подводные лодки, но на планетной базе обычно строят в тех местах, где они не плавают. То есть даже если подводная лодка туда опустится, то база может, ну, как бы... Не то, что замаскироваться. Она может, ну, как бы послать сигнал вот этим, которые на подводной лодке такой, что они повернут обратно. Ага. Ну, это типа воздействие на психику, да, какой-то? Ну, вот как и я. Вот если... Я понимаю тебя. Значит, есть такой типа инфразвук, что-то. Он говорит, в воде он распространяется еще лучше, чем в воздухе. Понятно. То есть они... Если направленным излучением, каким-то звуковым лучом направят на... Этого, кто управляет лодкой, то он оттуда уплывет в обратную сторону и он вообще сплывет на поверхность, потому что ему страшно будет находиться под водой, но он не сможет объяснить, почему. Только все такое звуковое лучшее, я не знаю. Ну да, я понял. Ну, хитрые, хитрые у вас технологии, конечно. Не, ну правильно. С нами как обращаться? Как с неразумными этим самым? Действительно. Лучше отпугнуть. Дело в том, что если ваши военные увидят, например, нашу базу, то естественно, что они пригласят туда других, и начнутся исследования, попытки проникнуть, и мы можем... Обитатели базы, они прекрасно понимают, что это может дойти до конфликта. Поэтому, чтобы до этого не доводить, они просто отворачивают. А нужно быть, пожалуйста. Понятно. А вообще, вам известны какие-нибудь в истории стычки с военными земными в Межзвездном Союзе? Да, известно. Ваше дело в том, что Межзвездный Союз почему-то стал осторожен в контакте с землянами, потому что несколько летательных аппаратов, даже туристических, которые не несли никакого вреда в вашей планете, были сбиты вашими военными, потому что они туристические и не были оснащены специальными средствами защиты от вашего оружия. Но теперь Межзвездный Союз все-таки настоятельно советует тем организациям, которые устраивают перелеты туристов на вашу планету, оснащать все-таки простые корабли специальными средствами защиты, так как считать, что ваше пространство агрессивное. Ну да. Есть, кстати, такая информация, контактер Анте Йоханссон из Швеции, еще в 80-х годах, у него там контактировала с цивилизацией, они ему так сказали, говорит, ну, говорит, у вас очень планета такая интересная, говорит, мы приземляемся, начинаем в атмосферу ходить, никого не трогаем, вдруг ваши военные самолеты начинают нас атаковать, вообще, с пустого места, ни с того, ни с сего, что это такое за дела. То есть они удивлялись, естественно. Да, особенно если на этой планете, на Земле этот пилот был один раз, там, или несколько раз, обычно эта реакция ваших военных удивляет, но те, кто тут работает давно, уже, естественно, этому не удивляются, просто уклоняются от контакта с вашими спутниками и самолетами. Например, я здесь нахожусь с 1983 года, и, естественно, мне изюю были, я водила сам корабль, малый свой летающую тарелку, как вы ее называете, и у меня были встречи с представителями ваших военных структур в воздухе, но, естественно, я не удивлялся их реакции, и я просто не доводил дело до столкновения. Ну, на моем корабле бы, естественно, как на любом корабле исследователя, есть защита от поражающих элементов вашего оружия. А если не секрет, это что, энергетическое поле какое-то, как защититься от ракет? Это такое электромагнитное, как излучение, как поле, оно как-то собирается вокруг тарелки. Вот есть плазменное поле. Оно защищает, вот как шар плазменный. Оно защищает от мелких там объектов, чтобы не врезаться там, камней каких-то. А от ракеты можно просто направить такое электромагнитное излучение, когда... У любой ракеты есть приборы какие-то внутри. Да-да-да, электроника, да. Да, и она летит ну не просто как камень брошенный, а как летит по какой-то программе. Да-да-да, абсолютно. Сейчас он мне показывает такой экран, на котором отображается ее в полет. Угу. И эти электрон... У этих электронных устройств каким-то образом записано, вот как она должна лететь дальше по этой траектории. Угу. Ну, как бы наперед записано, он говорит. Не знаю, о чем он говорит, правда. Ну, то есть они блокируют электронику. И... Да, можно... Это электромагнитное поле, оно нарушает работу вот этих электрических приборов. Он говорит, как твой телефон выключается, и поэтому нарушается работа вот этих электромагнитных приборов, и он перестает видеть, ну, типа, не видеть, а он теряет эту траекторию, запомнил. Да, 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 я понял. Который, ну, куда им лететь, избивается, короче. Я понял. И... А, да, он... И в это время эта тарелка вот так вот, она уходит в сторону, а ракета прилетает дальше, и у них сквозновения не происходит. Угу. А вот, Мит, скажи такой вот еще момент. Бывают случаи уфологии очень часто, ну, то есть, я давно такого не слышал, но вот раньше было зафиксировано, когда какой-нибудь военный самолет начинал гоняться за летающей тарелкой, а она начинала с ним играть. То есть, подстраиваться под его скорость, потом уходить, то есть, какие-то игры начинаются. Это что, пилоты так развлекаются ваши космические тарелки? уходят. бывают разные случаи. Обычно, да, бывают такие специалисты у нас, которым, ну, так сказать, ну, что ли, показать, что их не догонят. Ну, так скажем, превосходство свое показать перед землянами, типа, ну, вот я лечу, вот ты мне хочешь догнать, и вот, ели, вот уже почти догнали, их в сторону уклоняют. У них же в тарелках чаще всего включена искусственная гравитация, поэтому перегрузкам, они, если там включена искусственная гравитация, поэтому перегрузкам от инерции они не подвергаются и могут в любых углах там отклоняться. Я непрекрасно понимаю, что в самолетах этого прибора искусственной гравитации не установлены. Ну, да, да, да. Поэтому и пользуясь этим преимуществом, они обычно у них еще в тарелке стоит такой экран, сканер называется по-вашему, который сканирующим лучом может посмотреть, что происходит в этом самолете. И когда они быстро вот они уже дают как бы такую возможность пилоту самолета земного почувствовать, что он уже почти догнал, вот, и смотрят на экране там на его лицо и когда им нравится смотреть, что когда они быстро так уклоняются, ну, любят смотреть за его реакцией, что там происходит. Ну, вы даете. Ну, у нас тоже есть специалисты, которые обладают вот таким видом юмора. А скажите, а при этом есть технология, которая позволяет читать еще мысли пилота? То есть, что он будет делать, как его подмыслить? Есть такие виды не то, что технологии, есть такие существа среди специалистов, посещающих Землю, которые на этом экране могут видеть, например, его ауру, да? есть типы экранов, которые показывают энергоструктуру. Ну, по ауле догадаться, например, о мыслях и чувствах, ну, не то, что прям мысли прочитать, но догадаться, какие чувства и эмоции он испытывает. То есть, уже можно предположить, что у него агрессия пошла или что-то еще, да? Да, и вот они, обычно эти пилоты этих летающих тарелок, которые уклонялись таким образом от встречи с самолетами, потом прилетают на свою базу и начинают таким восторгом рассказывать о том, что они видели и показывают запись, соответственно. То есть, а у нас потом эти пилоты наши земные начинают другим рассказывать, как они с летающей тарелкой встречаются. И тоже вас таким же восторгом? Ну, ну, да, 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 тоже. Только у нас рассказывают как, знаете, как, что это, конечно, какая-то технология за пределами, я просто, мой самолет не может еще против нее. То есть, это было, это такое разочарование. Я неоднократно, например, на лунной базе я встречался с такими специалистами, с Ташигой, и неоднократно видел эти записи у них на корабле, знакомился с ними. А, то есть, они весь процесс записывают, как все это происходило, да? Они записывают обычно, показывают запись и внешнюю траекторию, то есть, как летели эти аппараты. И реакцию пилотов, соответственно, да? И реакцию пилотов, и то, как они себя видят. Это сами. А, Мит, скажи, такой еще момент, были ли такие случаи, когда представители, ну, там, с летающей тарелки связывались по радиосвязи с военными, предупреждали их, что лучше не надо, там, по обычной нашей радиосвязи. Дело в том, что ваши средства связи, они, ну, если и установлены на каких-то наших кораблях, то это очень, это очень мало на каких. Мы не пользуемся вашим вашим средством связи. Ну, а в качестве экспериментального оборудования нет такого, да? Или бывает? У нас нет таких полномочий, чтобы входить в словесный контакт с представителями ваших военных. Я понял. То есть у вас четкие директивы на этот счет, да? Ну, у нас есть только инструкции, чтобы мы разговаривали с контактерами. Но если уже обнаружили, не обнаружили, если на нашей тарелке мы встретили самолеты ваших военных, там, или гражданский самолет, который начинает преследовать наш корабль, то обычно мы, дело в том, что мы понимаем, что здесь слова, что остановитесь, там, земляне, остановитесь, не нападайте, это уже не поможет, потому что ваша военная структура считает, что нарушили границу. но дело в том, что межзвездный союз наоборот считает, то, что раз вас создали бурхуацы, и контактеры имеют право, например, посещать другие миры, значит, они имеют, значит, инопланетные корабли наши имеют право находиться в вашем воздушном простананстве, потому что еще раз и долгое время ваша планета вообще считалась колонией бурхуа. И поэтому, когда уже идет преследование, тут не до разговоров нужно будет вообще инструкции предписывать в этот момент не вступать ни в какие контакты и не играться, как вы говорили, а уходить. А вот я так понимаю, описанные в уфологии у нас, когда военные летчики лазерным оружием, к примеру, сбивали какой-то объект экспериментальным или ракетами, я так предполагаю, что это те цивилизации, которые вообще не имели опыта взаимодействия с нашим военным. То есть, они сюда входили, думали, тут все хорошо, а тут бац, ракета прилетает и сразу безумно. На самом деле были такие случаи, когда некоторые представители других планет сбивали и самолет. Да, это обычно происходило из-за того, что самолет нападал на его корабль и он, поддавшись вот этому эмоциональному порыву, нажимал на... То есть, он использовал оружие, чтобы повредить его самолет. Да, такие случаи бывали, но, опять же, защищаться оружием в этих случаях запрещено. Предписывается не входить ни в какой контакт, а просто покинуть это место, включив, например, планетарные двигатели и с большой скоростью покинуть уйти. А бывали случаи, когда представители внеземных цивилизаций первыми открывали огонь? То есть, агрессия такая посторонняя. Да, такие случаи тоже бывали, но это уже не так же, как и похищение ваших людей. Это уже совершалось преступниками по совершенно разным мотивам. Например, если они хотели скрыть следы своего присутствия перед военными вообще и увидели, что их заметили, что, например, слежку со собой со стороны ваших военных. Они могли применить оружие. Понятно. Тогда у меня вот последний вопрос и, наверное, тогда можно заканчивать. есть информация, что представители некоторых цивилизаций, которые внешне от землян не отличаются практически, они проходят своего рода практику на земле, появляются в общественных местах, взаимодействуют с землянами, хотя земляне даже не подозревают, что перед ними инопланетяне, также занимают какие-либо должности в организациях. Такое действительно происходит? Если дело в том, что разными цивилизациями возможно изготовление биороботов практически неотличимых от вас ни по внешности, ни по поведению. Как вы понимаете, биороботы это биороботы, они действуют согласно доложенной программе и в них не живет разумный дух. они могут быть полностью идентичны человеку, Они могут быть полностью идентичны человеку, они могут разговаривать, ходить, передвигаться, действовать согласно заложенной программе. Некоторые цивилизации посылают на контакт как раз этих биороботов или если им этим цивилизациям нужно, например, посетить какие-то места на земле, труднодоступные для контактёров. Или если у какой-то цивилизации нет контактёров, а им, например, нужно исследовать что-то в вашей ряду, например, они тогда посылают представителя вот этой цивилизации, которые они значит могут послать в магазин, например, деньги они берут от тех цивилизаций, контактирующих с вами, у которых есть контактёры на земле, они приносят им. Некоторых контактёров просят, ну, то есть поделиться, так сказать, в целях исследования с вашими денежными знаками, потому что, ну, естественно, изготавливать свои там вместо ваших это тоже считается неэтичным, вмешательством в ваши внутренние дела. Я понял тогда. Это получается в основном биороботы, а самих инопланетян, похожих на землян, нельзя встретить на улице, к примеру, прогуливаясь свобода. Ну, если это представитель, например, какой-либо колонн, например, Десару, да, который практически от вас, это вы же сами, то есть это ваши потомки. Если какой-нибудь турист Десару изучит ваш язык, прилетит к вам, оденет вашу одежду, которую, однако, тоже нужно изготовить или, например, купить здесь, здесь на земле, вашу обувь и так далее, и выучит ваши манеры, язык, если какой-нибудь турист захочет это сделать, например, ради каких-то ощущений, что он землянин, и это вполне может быть, но лично мне такие случаи неизвестны, потому что, ну, если кто и захочет походить по земле в облике землянина, ну, никто из исследователей этим не будет заниматься, у нас просто нет на это времени, мы контактируем, нецелесообразно, нет целей, например, даже если бы я, мое физическое тело было бы похоже на землянина, я бы не стал просто тратить на это свое время, потому что я и так провожу среди вас достаточно времени в астральном теле, и мне все это известно, это скорее какой-нибудь турист, это не исследователь вообще, просто у нас, вот я разговаривал с бурхатцами, с кирхитоном здорового, у нас не мысли такой, не возникнет ходить среди вас, чтобы изучать, мы изучаем через контактеров, зачем нам тратить время на то, чтобы представляться землянином и так далее, нам и голову это не придет, потому что, во-первых, у нас нет на это времени, мы заняты исследованием, ну да, я понимаю, вот тогда в связи с этим последний уже вопрос, просто сейчас уже навеяло, тоже, есть в уфологии известная история с людьми в черном, это когда контактер какой-нибудь с НЛО, то есть его имя печатают в газетах и к нему приходят некие люди в черном, они представляются агентами спецслужб, но контактер говорит, что когда он с ними разговаривает, он видит, что это как биороботы, вам знакомы такие ситуации, что это такое? То есть это кто посылает? Дело в том, что биороботы вполне могут быть посылаться к контактеру, но если это контактер, если он выбран для контакта, тогда нет необходимости представляться представителем спецслужб. Нет, я объясню ситуацию, у него был контакт с какой-то цивилизацией, через день к нему приходят вот эти существа в черном и говорят ты об этом контакте никому не говори, мы знаем о тебе, то есть как будто они противоборствующие к этой стороне. Вот так вот это называется. Дело в том, что когда у него был контакт, если представители цивилизации, которые контактируют, не желают, чтобы он об этом рассказывал, они скажут об этом на самом контакте. контактируют, никому не говори, но... Но вы с такой не встречались информацией, получается? Ну, я не удивлюсь, если ваши спецслужбы будут ходить, но, опять, если им стало известно о контакте, ну, в настоящее время это не... спецслужбам тоже нет никакого смысла это делать, потому что контактеров на самом деле все больше и больше и количество раскрывается, и Ирина, например, тому пример дело в том, что нет никакого смысла спецслужбам скрывать контактерство, потому что оно... Ну, это давно известно, что это существует. Возможно, где-то в Америке или в других странах, где это замалчивалось перед обществом, может быть, и были такие спецслужбы, представители которых могли представиться и биороботами, и инопланетянами, и тем угодно, лишь бы, ну, как бы запугать этого человека. Нет, там немножко другая ситуация, я просто, наверное, МИД не понял меня. Там, когда человек встречался с этими людьми в черном, они изначально представлялись ему как агенты ФБР, к примеру, но в процессе разговора он понимал, что это не человек, а какой-то биоробот. То есть, у него там слова вылетали нигде изо рта, или какие-то вот эти факторы, внешние какие-то признаки были. Но вы, походу, не встречались с таким случаем. Ну, я с таким случаем не встречался, всегда нужно, значит, если сказали, не рассказывая о контакте, надо всегда поинтересоваться причиной, спросить, если я не представляю, с представителем ФБР, спросить их документы и так далее, потому что, ну, кто мог направить биороботов, контактеров чужой цивилизации? Если только цивилизация, которая против этой цивилизации, вообще, в принципе, то есть рактилоиды какие, ну, опять... А такое может быть, что если где-то в космосе у них противостояние, то они здесь тоже могут вот такие вот какие-то подковерные игры? Ну, теоретически все что угодно может быть, потому что биороботы их вполне можно достать, они не дефицит, их можно купить и так далее и запрограммировать на любое действие. Но тогда встает вопрос, кому это надо? И с какими целями он пришел, послал биороботов, и к этому контактеру и сказал мне говорить о контакте. Значит, нужно подумать, что это за контакт и что на нем было сказано. И тогда выйдем на тех, кому это выгодно. Ну, согласен, да. Ну, у меня тогда все вопросы закончились, сегодня сеанс у нас получился информационно насыщенный. МИД, спасибо большое тебе за все ответы. Ага. До свидания. Да. До свидания, МИД. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эплод. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...